Самолеты дальней авиации российских ВКС нанесли массированный удар по объектам террористов исламского государства в районе сирийской Ракеми. Судьба жителей сирийского города Алеппо продолжает беспокоить международное сообщество. Тысячи мирных граждан остаются заложниками продолжающихся ожесточенных боев между сирийскими правительственными силами и исламистскими повстанцами. Особую озабоченность вызвало сообщение о возможном применении в Алеппо химического оружия, жертвами которого в среду могли стать четверо погибших и десятки пострадавших. За прошедшие пять лет сирийского конфликта воюющие стороны не раз обвиняли друг друга в применении химического оружия. На прошлой неделе обвинения звучали в адрес антиасадовской оппозиции. Специальный представитель ООН по делам Сирии Эндрю де Мистура осторожен в своих оценках. Не мне оценивать то, что сделало и действительно ли это имело место. Однако есть достаточно много свидетельств того, что химическая атака действительно была. С этим работает соответствующая организация ООН. Если информация подтвердится, то это не что иное, как военное преступление. Как сообщает Минобороны, в операции участвовали шесть бомбардировщиков Ту-22Н3. Они взлетели с военных аэродромов на территории нашей страны, прикрывали их истребители Су-30 и Су-35С с авиабазок МИМИН. После успешного выполнения боевой задачи, все российские экипажи вернулись на аэродромы базирования. Как отмечают военные эксперты, главная цель атаки – лишить террористов возможности изготавливать и применять химическое оружие массового поражения.